Монголы оставили неизгладимый след в истории ислама, от разрушения империи Хорезма до разграбления Багдада. Исламские авторы 13 века описывали их как божественное наказание за человеческие грехи. Однако к концу 13 века значительное число монголов на западных территориях империи обратились в ислам, отказавшись от великой Ясы в пользу шариата. Как такое могло произойти и почему многие из них решили стать мусульманами? Итак, друзья, вы на канале Amazing History, где я рассказываю вам только о самых интересных событиях из истории Древнего Мира, Средневекового Востока, да и не только. Поддержать канал, как всегда, можно полным просмотром, лайком и добрыми комментариями, а также через спонсорство на Patreon или YouTube. Ну а теперь поехали по теме выпуска. Взаимодействие монголов с исламским миром началось еще в 12 веке, когда мусульманские купцы привозили ценные товары, такие как текстиль и металлический инструмент, в обмен на меха и животных. По мере того, как Чингисхан расширял монгольскую империю, мусульмане поначалу не находили причин для нареканий. Мусульманские купцы продолжали играть видную роль, выступая в качестве эмиссаров и шпионов от имени хана за вознаграждение. Когда в 1218 году великий полководец Чингисхана Джебе вошел в Таримскую котловину, преследуя бежавшего врага Кучлука, он провозгласил религиозную свободу всем, кто добровольно покорится. Регион быстро выгнал гарнизоны Кучлука и принял власть монголов, но не как завоевателей, а как освободителей. Следующий этап монгольской экспансии был встречен не так радужно. В результате разрушительного завоевания империи харизмийцев погибли миллионы людей, хотя большая часть населения персидских земель мирно подчинилась монгольскому Нойону. С приходом Хулагу началась новая волна резни, кульминацией которой стало разграбление Багдада в 1258 году и гибель аббасидского халифа, что стало огромным ударом по исламскому миру. В конце 1250-х годов казалось, что скоро весь мусульманский мир станет подвластным великому хану. Первое время после монгольского завоевания для многих мусульман было нелегким. Утверждения о религиозной терпимости монголов были сильно преувеличены и окрашены нашим современным восприятием этого термина. Хотя верно, что монголы в целом не преследовали по религиозному признаку, они все же преследовали определенные верования, которые по их мнению противоречили степным обычаям и законам великой Ессе Чингисхана. Эти нарушения, такие как халяльный забой скота или стирка грязных вещей в проточной воде, приводили к притеснениям со стороны монголов. Персидский храниц Джузджани, беженец из Хорезме, вдалийский султанат, писавший около 1260 года, искренне верил, что сын Чингисхана Чагатай и другие члены монгольского двора замышляют геноцид мусульман. Так почему монголы в Западной Азии обратились в ислам? Большинство населения крупных центров Золотой Орды, государства Хулагуидов и Чагатайского ханства были мусульманами, что обеспечило возможность обращения в ислам не только для представителей монгольского двора, но и для их армии. Буддисты или различные представители христианства, будь то католики или нестариане, не имели сопоставимых ресурсов, и их усилия, как правило, ограничивались попытками обратить в свою веру самых высокопоставленных монголов. Монархи, как правило, обращались в ту религию, которую исповедовало достаточное количество их последователей, что было разумным решением для их легитимности. Монголы были ближе к мусульманскому населению, чем к христианскому или буддийскому, что приводило к их обращению в ислам. Подобная же близость, к примеру, способствовала медленному окитаиванию монголов в юаньском Китае. Монголы также находили мусульман очень полезными. Исламские ремесленники, администраторы и лекари быстро распространились по всей монгольской империи, сопровождая каждого хана и найона в походах. В короткие сроки они командовали армиями, часто из собственных местных войск, чтобы сражаться за ханов. К моменту правления Угадея мусульмане занимали многие из высших постов в бюрократическом аппарате монгольской империи. Подтверждается также присутствие многих исламских юристов при дворах чингизидов. В поисках полезных, по их мнению, навыков монголы особенно поощряли мусульман, обладавших способностями к алхимии и астрологии. Ханы государства хулагуидов, или, как еще его называют, ильханатам, тратили значительные суммы на алхимиков, которые утверждали, что могут добывать золото или продлевать жизнь. Астрологи, умевшие предсказывать будущее, также получали большие вознаграждения, поскольку монголы придавали этому большое значение. Обязанности же монгольских шаманов сводились к влиянию на события в текущей жизни. Таким образом, монголы пытались взаимодействовать со сверхъестественным, сверх того, что могли делать их собственные шаманы. Это также объясняет, почему, обратившись, монголы продолжали общаться с шаманами, из-за чего многим было трудно признать их обращение искренним. Монголы активно выбирали те аспекты оседлых обществ, которые приносили им пользу, и поэтому могли исповедовать ислам, постоянно соблюдая шаманские практики и стандартные культурные действия. Обращение монголов и их слух началось в 1240-х годах. Одним из первых обращенных был не монгол, а уйгур по имени Кургус, назначенный ЮГДЕЕМ, наместником Харасана. Согласно Джувайни, хан Баты, готовясь к противостоянию с венграми в долине Мохи в 1241 году, поднялся на холм, чтобы помолиться о вечному синему небу, и попросил мусульман в своей армии также молиться о победе. Неясно, были ли это мусульманские войска, собранные из Центральной Азии и Степей, или новообращенные монголы. Одним из основных подразделений монгольской экспансии была ТАМА – гарнизон, постоянно размещавшийся в регионе и состоявший из кочевых и оседлых войск. Монголам, находившимся в ТАМА, запрещалось брать с собой свои семьи. Оторванные от родины, семей и шаманов, взявшие новых жен, как правило, мусульманок, эти монголы были таким образом удалены от инфраструктуры, которая способствовала сохранению их традиционной религии и делала их более восприимчивыми к обращению. Лучше всего это видно на примере Найона Байджу, находившегося на Кавказе и в Анатолии с начала 1240-х по 1260-е годы. На протяжении примерно 20 лет он фигурирует во множестве исторических свидетельств, которые показывают не только присутствие многих мусульман в его лагере в качестве советников, администраторов и суфийцев, но и постепенное обращение его людей. К концу жизни Байджу стал мусульманином и попросил, чтобы его после смерти омыли и похоронили по мусульманскому обычаю. Пожалуй, самым известным новообращенным был Берке Хан, известный своей войной со своим двоюродным братом Хулагу за Кавказ. Безусловно, к 1250-м годам Берке был мусульманином, о чем свидетельствуют многочисленные независимые источники, хотя мамлюкские посольства указывают, что Берке продолжал одеваться и носить волосы в характерном монгольском стиле, а не надевать исламскую одежду. Ислам для ранних новообращенных, таких как Берке, был не изменением идентичности, а принятием, наряду с существующими верованиями и включением в мировоззрение чингизидов. Почти наверняка Берке, как и его исламские преемники, продолжал советоваться с шаманами, но никогда не чувствовал себя нелояльным к шариату. Хотя обращения Берке сопровождали некоторые из его братьев и военачальников, немедленной исламизации зарождающейся Золотой Орды не произошло. Только в начале 1280-х годов в обоих самых западных ханствах Монгольской империи появились мусульманские правители Туда Мингу в Золотой Орде и Текудер в Ильханаде. И снова источники намекают на то, что за обращением обоих мужчин стояли шейхи и суфии, которые продолжали пользоваться большим уважением при их дворах. Что касается Ильхана Текудера, который после своего воцарения стал называться Султаном Ахмедом, то у нас есть множество источников, описывающих его приверженность исламу, которые сильно различаются и показывают, почему многие сомневаются в подлинности ранних обращений. Заняв трон в 1295 году, Ильхан Газан представлял себя как первого истинного мусульманского Ильхана. По этой причине ислам двух его предшественников, Текудера и Байду был принижен в официальных отчетах его управления, главным образом в большом труде его визиря Рашид Ад-Дина. Газан принял ислам лишь за несколько недель до своего воцарения, во время его восстания против Ильхана Байду. Скорее всего, таким образом, Газан надеялся заручиться колеблющейся поддержкой мусульманских последователей Байду, что быстро и произошло. Став Ильханом, Газан приказал уничтожить христианские, еврейские, буддийские и зороастрийские центры в мусульманских городах своей империи и ввел джизью. Однако эти суровые меры были быстро отменены. Газан до конца 1290-х годов надел тюрбан и даже объявил джихад против мамлюков. Однако его усилия не убедили всех. В 1300 году за пределами Дамаска великий мамлюкский правовед Ибн Таймия обвинил Газана и его визиря в том, что они лже-мусульмане и что Газан продолжает поклоняться Чингисхану вместо шариата. Но чудеса перебывания продемонстрировал преемник Газана Олджейту. Его мать крестила его как христианина под именем Николай. В подростковом возрасте он обратился в буддизм, приняв имя Олджейту. Под влиянием жены он принял суннитский ислам и стал Мухаммедом Худабанды. Сначала он придерживался суннитской школы ханафизма, затем шафиизма, но разочарование в борьбе между ними заставило его вернуться к буддизму. А в 1309 году он выбрал шиизм. По некоторым данным, Олджейту вернулся в суннизм незадолго до своей смерти, в 1316 году. Ильханат после появления Газана считается исламским государством. Большинство его армий и высших эшелонов власти мусульмане. В Золотой Орде и Чагатайском ханстве процесс шел медленнее. В Золотой Орде этот процесс занял время до управления узбек-хана, который, по-видимому, принял ислам вскоре после своего воцарения, чтобы заручиться поддержкой влиятельных наионов в Орде. Согласно легендам, узбек-хан был обращен с суфием по имени Баба Туклес, который доказал истинность своей религии, пройдя невредимым через печь, в то время как шаман, которому он бросил вызов, сгорел. Однако Баба Туклес появляется в источниках лишь спустя столетия после смерти узбек-хана, хотя, вероятно, на него повлияли суфии и правоведы из его окружения. Чтобы укрепить свое правление и религию, узбек-хан приказал казнить более ста чингизитских князей и наенов, что по масштабам превосходило чистки, проводившиеся другими выдающимися новообращенными, такими как Газан в Ильханате и Тулук Тимур в восточном чагатайском ханстве. Тем не менее, в политике узбек-хан, Газан и Олджейту во многом повторяли своих предшественников, предоставляя христианам особенно францисканским миссионерам, налоговые послабления, льготы и другие привилегии, хотя и в меньших масштабах, чем в начале 13 века. Их преемники, сын узбек-хана Джанибек и сын Алджейту Абу Саид, оказались менее гостеприимными, поскольку даже христиане лишились своих привилегий. Джанибек приказал своим людям одеваться по мусульманской моде, Абу Саид стремился стать защитником священных городов Мекки и Медины, в один год даже отправив туда слона по необъяснимым причинам. Тем не менее, эти монархи продолжали придерживаться своих традиций, таких как ливератные браки, женитьба на женах своих отцов, что запрещалось их новой религии. Ислам оказался одним из аспектов идентичности этих монархов, но в Иране потребовалось много поколений, чтобы изгнать все элементы монгольской культуры и идеологии чингизидов, а в степях этот процесс, можно утверждать, так и не вытеснил полностью память о доме Чингисхана. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.